Читаем с Лениным. Такое название получила новая экспозиция. Известно, что библиотека вождя мирового пролетариата составляла порядка 10700 книг. На экспозиции представлены 192 из них. Создавая выставку, авторы отбирали экземпляры, которые до этого не видела широкая публика. Ряд книг, представленных на этой выставке, они абсолютно уникальны. На них находится уникальный автограф, или как иногда называют инскрипты, да и сами книги, даже вне контекста Ленина, представляют огромный исторический культурный интерес. Наверняка заинтересует посетителей ряд книг, условно названных белогвардейской литературой. Они написаны различными историческими персонажами, оппонентами Владимира Ильича уже после революции в эмиграции. Здесь есть несколько очень интересных томов, в том числе и с автографами. Прямо перед нами находятся знаменитые очерки русской смуты Антона Деникина, руководителя белого движения, с записями, которые Вадим Ильич делал на этом томе. Это говорит о том, что книги своих противников, своих врагов он изучал очень внимательно. Не менее внимательно Ильич изучал и книги, критикующие революционное движение и молодое социалистическое государство. Также я бы обратил внимание на очень, ну как бы, целый набор достаточно интересных и противоречивых книг. Даже само название говорит «Кто и что победит большевиков?», «Как большевики захватили власть на Руси». Ну, отдельно вот книга Аверченко, ну знаменитая «Дюжина ножей в спину революции». Отдельная часть экспозиции посвящена художественной литературе. Здесь и книги любимого писателя Ленина Антона Павловича Чехова, и детские сказки, и томик Гоголя с довольно необычной историей. Интересна сама судьба этой книги. Дело в том, что ее обнаружили в 60-х годах в Ульяновской области в адекварном магазине. И были страшно удивлены, что там присутствует, находится штамп библиотеки и вот соответствующая запись. Большую часть библиотеки Владимир Ильич собирал после революции, с 1918 по 1923 годы. Книгами могли пользоваться все сотрудники Совета народных комиссаров, но иногда они забывали их вернуть. Тогда Ильич стал ставить на книги штамп библиотека Ленина. Чаще всего формирование шло утилитарно. Какой вопрос в данный момент интересовал Ленина, которым он занимался, тогда бы под это какое-то количество книг и литературы подбиралось. То есть для изучения вопроса? Да, совершенно верно. Здесь много книг и на иностранных языках, и книг, посвященных каким-то отдельным направлениям, экономике, социальным наукам, революционному движению, статистике по каким-то различным странам. Разделы библиотеки возникали по мере того, как Ленин начинал изучать тот или иной вопрос. Транспорт, поставки, продовольствие, электрификация – все это страницы биографии страны. Есть здесь экземпляры, которые позволяют по-новому взглянуть на историю. Известно, что Ленин очень негативно относился и не любил Григория Гапона, папа Гапона, который повел рабочих на известную демонстрацию к Зимнему дворцу, которая кончилась кровавым воскресеньем. А вот другой немножко документ – это книга самого Григория Гапона, которую он подарил Ленину. И здесь достаточно уважительная, даже, скажем, в каком-то смысле товарищеская надпись, глубокожаемому товарищу Ленину на добрую память от автора Григория Гапона. Вот, пожалуйста, 905-й год. Ленин знал 9 языков, а средняя норма чтения для него была 500-600 страниц в день, не считая газет на иностранных языках. Так что не стоит сомневаться, что страниц каждой из представленных книг касалась рука Ильича. Главная идея этой выставки – это показать нашим посетителям, показать вашим зрителям Ленинскую библиотеку. Как особый объект культуры, как особый объект, ну, интереснейший объект для изучения, ну, и для просмотра. Выставка доступна для всех посетителей музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле. Музей-заповедника – горки Ленинские. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.